Работникам бюджетной сферы и муниципалитетам края запланировали большие расходы. 500 миллионов рублей на краевых учреждениях и увеличены субсидии муниципалитета, поскольку у нас существенно часть полномочий реализуется на муниципальном уровне. Дотация на сбалансированность, которая не была в первом чтении, и субсидии, которые у нас были 500 миллионов рублей, сегодня не составят миллиард. То есть это на заработную плату в муниципальных учреждениях. Но главное изменение проекта – плюс почти 10 миллиардов рублей. И почти вся сумма – дотации с федерального бюджета. Значительно увеличена выплата по третьему ребенку, средства на программу комфортной городской среды, а также ремонт дорог. Специалисты Дорожный фонд предлагают рассчитывать по-новому. Этот критерий качества покрытия учтен, что представляется достаточно логичным, с учетом того, что содержать дорогу с совершенствованным покрытием существенно дороже, нежели бунтовую. Некоторые участники разкритиковали такой подход, а другие остались недовольны участью Рубцовска. Вот безопасные и качественные дороги, распределения межбюджетных трансферов. Есть города Барнаубийск и Новоалтайск, а города Рубцовска вообще нет. Как пояснили разработчики, власти Рубцовска не подготовили вовремя необходимые документы. Но этот город, как и другие в крае, в 2019-м ожидает большее поступление с акцизов. Однако, большее число муниципалитетов, 43 района и 7 городов, перейдет в разряд дотационных. Итого, консолидированный бюджет края – 118 миллиардов рублей. Но ждут ли его новые корректировки, станет известно в конце ноября. Тогда пройдет очередная сессия ЗАГС-собрания. Анастасия Дорога, Николай Шелков. Наши новости.